А знаете ли вы, что здание, на верхушке которого установлен знаменитый новогодний шар, внутри пустое? И несмотря на это, оно приносит колоссальную прибыль своим владельцам. О том, как это произошло, в нашем видео о единственном в своем роде One Times Square. Таймс Square Традиция празднования Нового года на площади своими корнями уходит глубоко в 1904 год. One Times Square изначально было построено на месте бывшего отеля Pabst для газеты New York Times, которая переехала в небоскреб в январе 1905 года. Владелец издания Адольф Окс убедил власти города переименовать площадь, тогда известную под названием Longacre Square, в честь газеты. Так она и стала – Times Square. Тогда, в начале 20 века, остальные печатные издания посчитали это действие сумасшедшим. Решение перенести редакцию газеты на площадь, оккупированную каретами с лошадьми, казалось им опрометчивым. В качестве саморекламы New York Times решили устроить масштабное празднование новоселья в новогоднюю ночь и с шикарным фейерверком. Традиция запускать фейерверк продлилась несколько лет, но вскоре попала под общегородской запрет на запуск пиротехники. Тогда-то и появилась идея спускать огромный новогодний светящийся шар. Не прошло и десяти лет с момента основания, как штаб-квартира New York Times переехал на свое нынешнее местоположение. Но здание One Times Square оставалось собственностью газеты и очень быстро превратилось в любимый аттракцион города. Люди толпами собирались на площади в ожидании важных информационных сообщений. 6 ноября 1928 года возле основания здания была установлена электронная новостная лента, в просторечии известная как «Молния». Там появлялись заголовки новостей. В первом заголовке на «Молнии» было объявлено о победе Герберта Гувера на президентских выборах. А, например, вечером 14 августа 1945 года «Молния» объявила многолюдной толпе на Times Square о капитуляции Японии во время Второй мировой войны. Но времена менялись, и газетчики продали здание. Оно стало ходить по рукам, и хоть все равно оставалось главным центром Times Square, все же утратило былую значимость, как и терракотовый фасад. Этим поступком компания Allied Chemical Corporation стремилась превратить постройку в обновленную туристическую точку. «Молния» Времена же продолжали меняться, как и репутация самой площади. В итоге в 1992 году One Times Square было объявлено банкротом и перестало представлять интерес в глазах потенциальных покупателей. Всех, кроме Lehman Brothers, которые смогли разглядеть в странной постройке уникальный потенциал. Когда в 1995 году Lehman Brothers приобрели One Times Square, они представили нового типа арендаторов, рекламодателей. И вместо того, чтобы сдавать офисы внутри 25-этажного здания, они начали переоборудовать фасад с помощью рекламных счетов. И оказалось, это намного выгоднее. Уже спустя два года после покупки использования небоскреба в качестве рекламного счета окупило себя на 300%. На сегодняшний день One Times Square является собственностью компании James Town. Его нижние три этажа делят между собой Walgreens и несколько складских помещений. Верхний же этаж занимает команда, ежегодно подготавливающая празднование Нового года. Все остальные помещения пустуют, а окна здания закрыты светящимися рекламными счетами, составляющими единственный и неповторимый образ Times Square.